Добрый вечер! Начинаем нашу пресс-конференцию. Первым кратом комментарий по матчу даст главный тренер Акену Кубаслава, Томми Ламса. Томми, как вы говорите о игре? Спасибо. Я думаю, что мы играли сегодня. Солид 60 минут. Мы были очень довольны. И мы знали, что когда мы продолжаем так, мы смогли победить. Я думаю, что сегодня главный ключ был наш пауэрплей. Этот пауэрплей сделал сегодня. И я хочу сказать, что наш пауэрплей Даниил Тарасов сделал сегодняшний пресс-конференцию. Потому что у него огромные сейфы. Я думаю, что это был наш пауэрплей. Пауэрплейный пауэрплей был очень хорош, но и наш пауэрплей. Это был отличный сегодня. И сегодня еще один компонент, который сделал разницу в игре, стал Даниил Тарасов, который провел великолепный матч. Сегодня он своими важными спасениями, большими спасениями нам помог. И плюс не стоит забывать про большинство, которое сегодня тоже сыграло. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Здравствуйте, можно? Да, конечно. Здравствуйте, Азамат Шулуков, Митя Корсеть. Томя, скажите, пожалуйста, что не получалось у Салавата в первых двух периодах? Было 19 бросков, но моментов почти не было. И, конечно, не было. Почему не было моментов, в 2 периодах, или просто 19 бросков, в 2 периодах? Что было проблем? Я думаю, что наш оппонент играл еще хорошо сегодня. Это было очень крепкое место. И они defended это очень хорошо. Так что это было не просто ночью. И, как я сказал, оппонент играл хорошо. Также, у нас были проблемы с маленькими глазами. Рейнки здесь меньше, чем, например, Уфа. Так что у нас были проблемы с этим. Я думаю, что это есть. Я думаю, что, во-первых, соперник сегодня очень хорошо, надежно играл, очень близко. И еще не стоит, конечно, забывать, что, как Томя отмечает, лед чуть меньше здесь, в Сочи. Поэтому с этим у нас тоже возникли проблемы. Ну, а так, конечно, да, стоит отметить соперника, который очень плотный. Можно связать тяжелое начало еще и с тем, что команда была физически и эмоционально уставшей после «Авангарда»? Можно сказать, что команда была немного эмоционально, может быть, физически empty после «Авангарда»? Я не знаю. Может быть. Потому что это было очень эмоционально. Но я думаю, что если мы смотрим в большую картину, то, как мы играли сегодня, я думаю, что мы начали немного, но, когда игра стал дальше, я думаю, что мы начали играть лучше и лучше. Поэтому я думаю, что, может быть, не физически empty, но, может быть, эмоциональный уровень не был так высок, когда это было против Омска. Но два пункта – это замечательно. Да, самая важная вещь, конечно, что мы сегодня заработали два очка, отчасти можно связать, что эмоционально, да, матч против Омска был очень сложным, где-то это, может быть, сказалось. Физически вряд ли. Что касается… Да, мы немножко так медленно начали, это, возможно, одна из причин, но, однако, в течение всей старшей игры мы добавляли, добавляли, и потом уже играли на других красях. Против Авангарда Амиров не играл. Вы сказали, это для того, чтобы создать хорошую четвертую тройку, а сегодня почему его не было? Амиров? Амиров? Верс-авангард, вы сказали, что он не был хорошим на четвертую тройку, на четвертую тройку, Что касается этот тройку? Что такое? Что такое? Я имею в виду, что в первой авангарде было тайное хоккей, физическое хоккей, вы сказали, что нужно четвертой тройку, кто может играть против большого противника. Что с Амировым? Почему? Почему он не играл? Да. Амиров? В последнее время, я думаю, что нашу команда играли очень сильно и очень хорошо. То есть, что мы хотели сделать, что я хотела обратить Баранов обратно, и отправить Пименов. Поэтому я не имею в комментарии. Это была моя решение, и я думаю, что Баранов играл сегодня, и наш результат был 2-0, поэтому я думаю, что это было хорошо. не хотелось бы этот момент комментировать. Единственное мнение, которое мы произвели сегодня, поставили Баранов вместо Пименова. Я думаю, что он как раз-таки добавил энергичности нам. Самое главное сегодня, что мы заработали 2 очка, поэтому, что касается Амирова, я думаю, оставлю без комментариев. 13-й раз Салават не мог забросить в большинстве до шайбы Хартиканина. Собственно, почему? Вам не кажется, что Салават слишком медленно разыгрывает и мало бросает? Очень много катания, мало акцента на пятак. 13-й раз, да, ты сказал? Да, 13-й раз. В 13-й раз вы не были хорошими в игре, это был главный причин. Потому что вы не получили много возможностей в игре, много скейтинге, но нет, до конца, без шуток. Что с проблемой с игре? Я думаю, как я сказал, что в последнее время в игре в season в игре было очень сильным. В первой команды, у нас большая ответственность для игр, отверстия в игре в игре в игре в игре до этого момента мы не будем забывать, что игроки, которые в принципе на комы лежит ответственность по забиванию голов в большинстве, они болели из-за коронавируса и пропускали длительное время, поэтому сейчас нам требуется, чтобы эти игровые связи снова наиграть, снова набрать кондиции, а в начале сезона в принципе у нас было неплохое большинство, нам удавалось, однако сейчас потребует некоторое время, чтобы выйти на тот же уровень. Вы похвалили Тарасова, его сухарь сегодня повышает шанс сыграть против Витязи. Это последний вопрос, спасибо. Вы говорите хорошие слова о Тарасове, а что в следующем игре? Он может играть? Не знаю, мы увидим сегодня, мы увидим сегодня, и у нас есть отличный голливый Юха Метцела, я думаю, это было очень очень здорово сегодня, у нас есть тяжелая сезон, но мы должны это сделать сегодня, кто будет следующий голливый и я думаю, ситуация хорошая, как я сказал, у нас есть хорошие ситуация в этом компоненте достаточно хорошо, у нас есть великолепный играющий Юха Метцела, и теперь Тарасов прекрасно сыграл, поэтому, что касается того, кто будет играть в следующем матче, мы должны подумать, мы подумаем об этом уже завтра. окей, спасибо. спасибо, коллеги, еще вопросы, если вопросов нет, благодарим, Томми. Спасибо. Коллеги, всем еще раз, добрый вечер, краткий митарий по матчу, готов дать вам принять хоккенового Сочи, Игорь Михайлович, Тавровский. Я считаю, хорошая игра с очень сильным качественным соперником, мастеровитым, спасибо ребятам, сражались, и я считаю, что самое главное, мы не проиграли в движении, а в некоторых моментах превосходили. К сожалению, наша беда, пока эти удаления не нужны, не ломают нам игру. В итоге из-за этого мы и проигрались. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Если вопросов нет, благодарим, Евгений Михайлович, спасибо большое. Коллеги, продолжаем наше послематчевое общение, на ваши вопросы готовы ответить игроков команд Сават Юлаев, Александр Алексеев. Александр, сначала краткий комментарий по матчу. Ну, я считаю, что строго в обороне сыграли, все правильно делали, и хорошо в атаке сыграли, поэтому еще 2-0, и вратарь хорошо сыграл Тарасов. Коллеги, ваши вопросы. Азамат, вижу, включили видео. Давай. Да, здравствуйте. Вот вы сейчас как раз про Тарасову сказали. Есть какая-то разница в общении с ним и с Метцело и во время игры? Есть ли вообще для вас разница, кто в воротах? Нет вообще разницы никакой. Тому на английском, а этому на русском все нормально получается. Так и знал, что вы так скажете. Томми Ланса сейчас говорил про то, что маленькая площадка сказалась на таком начале игры. Так ли это? Вообще это чувствуется? Смотря какое начало игры было для вас. 40 минут вязкого хоккея почти без моментов. Ну нет, я бы не сказал, что моментов не было. Были какие-то опасные моменты. Не знаю, но давно, считай, не играли вообще в этом сезоне на такой площадке. И я думаю, хорошо сыграли, выстояли и забили свои моменты. Вратарь нас выручил. Вы сказали, выстояли. То есть какое-то особое сильное давление, что ли, от Сочи ощущалось? У них же тоже моментов мало было. Но я бы не сказал, что мало были какие-то во втором опасные моменты. И я считаю, что мы хорошо сыграли в обороне. И поэтому мы выстояли. Ну вам-то, наверное, легче было на маленьком льду? Давно я очень играл с марта на такой площадке. Поэтому сначала первые 10 минут было тяжеловато немного, а потом уже освоился. Комментируйте чуть детальнее свою шайбу, как вы забросили, как грамм упаздывал. Да там что-то куда-сюда на пятаке куда-сюда тебя пляп. И как-то грани вытащил шайбу из-за ворота. И там я уже подключился. Хорошо отдал подкидку и бросил. Глаза открыл, как обычно и все. Ну повезло, там вратарь еще упал. Ладно, спасибо. Удачи. Спасибо. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Если вопросов нет, благодарим Александра. Спасибо большое. Спасибо. Поехали. Спасибо. Поехали. Спасибо. Поехали. Поехали. Спасибо.